Представьте себе, что на плоскости нарисовали две точки АВ. Требуется показать, где может располагаться точка С, чтобы треугольник АСБ был бы равнобедленным. Второй пункт. Чтобы треугольник АСБ был бы прямоугольным. Третий пункт – остроугольным. Ну, естественно, каждый раз это одна новая картинка. Рисуйте две точки, они неподвижные. Где может располагаться точка С, чтобы треугольник АСБ был бы равнобедленным? Вы не поняли. Вы не поняли условия задачи. Просили не нарисовать какой-нибудь равнобедленный треугольник, а просили нарисовать множественного точек, для которых треугольник будет равнобеден. Вот представьте себе, я вас спрашиваю, кто сегодня ездил в метро. Вы отвечаете, дядя Петя сегодня ездил в метро. А спрашивали не это, а спрашивали полный список пассажир. Кроме центра надо выколоть эту точку, покажи. Ну, вот они будут держать, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Так, кто считает, что она права? Кроме центра. Кроме центра надо выколоть эту точку, покажи. Ну да, вот здесь, выколотая точка, так. Поднимите руку, кто считает, что она права? Она чуть-чуть не права. Она чуть-чуть не права, вы можете исправиться. Там надо не просто отрезать, а надо прямую, чтобы... Ну это да, это прямая, это у меня плохая. Прямая в том смысле, что ее роста не хватает на 100 км вверх. Да. Ну да. Это прямая, да, да, да. Ну и вниз то же самое, да? Это прямая. Да. А еще недостаток есть ли рисунка? Да. Второй вопрос. Какой еще недостаток, очевидный недостаток рисунка, который лучше не будет исправить? А надо еще, надо привести вот так, чтобы точно не будет, ровно полотно. Отдасти-ка. А почему именно твои на окружности? Ну потому что я сейчас ставлю, например, точку сюда. То? Нет, но я могу сделать еще, чтобы АВ равноценного вот так. Да, и какой же правильный ответ? То есть, в идее, вот так вот сяга. Ну она чуть-чуть с флюсом у вас получилась. У меня сейчас ее... Ну она... Вот здесь у нас чуть-чуть вот эту штуку. Да. Давайте перейдем сюда, когда нельзя идти вот так. Да. Ну словно, и вот этих вот... Правильно. И вот эту точку надо выколоть, и вот эту точку надо выколоть. Которую громко будут лежать углы на танец. Господа, вот это уже правильное решение. А вот это уже правильная картинка. Спасибо, садитесь. Итак, это объединение прямой. Кстати, все помнят, как называется эта прямая для точек АВ? Серединный перпендикуляр. Да? Точки, расположенные на одинаковом расстоянии от точек А и В. Называется серединный перпендикуляр. Ну и две окружности. Одна с центром В радиусом АВ, другая с центром А. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...